Доброго здоровьица! Подошло интересные письма, с которыми приятно работать. Ну, сначала, так сказать, вступление, небольшое вступление, а потом мы начнем кое-что разбирать по пулочкам. Итак, Анастасия пишет, Геннадий Петрович, будьте здоровы и долгих лет вам жизни. Вы прекрасный человек, спасаете людей. Так ли это? Давайте посмотрим, так ли это. А теперь письмо. Большое спасибо вам за ваши труды. После третьей чистки печени вышло огромное количество камней. Самочувствие улучшилось. Чувствую, что нет мастопатии. Появилось много энергии. Сейчас сделаю четвертую чистку. И даже не сомневаюсь, что пройдет гипотериоз, холецистит, пьютодикам и тмин. Я знаю, что у меня до этого была очень нервная сидячая работа и неправильный образ жизни. Теперь все в прошлом благодаря вам. Спасибо. А, моя мама вылечилась по вашим книгам в 2000-е годы. Давайте немножечко теперь вот разберемся. Разберемся. Что, что и к чему. Вот смотрите, там перечислены такие заболевания. Гипотериоз, холецистит, там мастопатия была. Ну и так далее, так далее, так далее. С чем это связано? Я вот всегда говорю, что в первую очередь представьте, что мы с вами живем в доме. Ну вот я нахожусь у себя в доме, в своем рабочем кабинете. Она же спальня и так далее. Вот. И смотрите, если здесь у меня чистота и порядок, мне приятно вообще находиться. Я не буду даже говорить, что работать, там спать. Мне приятно находиться. Я включаю там музычку. У меня тут компьютер. Чистота и порядок. Ну смотрите, вот эта же комната, если берем. Тут у нас будет свисать паутина, какая-то пыль, какие-то запахи, какие-то, знаете, вот грубо говоря, когда человек там это самое, ну как со сливного бачка там это, помои выбросили и так далее, и так далее. То есть мы сами, не подозревая того, свой организм превращаем вот в некое такое стоячее болото. Тут даже, знаете, не сказано, что там холестит, гепатериоз там и мастопатия. Все начинается, как бы сказать, очень просто, допустим, с плохой работы желудочно-кишечного тракта. Об этом никто не говорит. Все считают, что это, так сказать, об этом и не надо говорить, это нормально. Ну когда запор, когда там нету запора, когда там вздулась, когда там не вздулась, когда там, грубо говоря, понос, когда там нету поноса, это все, мол, мелочь, это ерунда. А ну вот когда заболела, вот допустим, ага, холецисти здесь, значит, в боку у нас что-то там закололо, гепатериоз, значит, глаза у нас там полезли, что-то там такое щитовидное, вот, а мастопатия, грудь заболела, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. То есть человек понимает, что вот в том, вот в этом вот помещении ему уже некомфортно жить. Возникает некий душняк, он начинает страдать и не понимает, он просто не понимает, что вместо того, чтобы, допустим, подавать кислород ему, вот, ему плохо дышится, надо кислород подать, а не просто ли почистить вот это помещение от пели, от паутины, от разного рода насекомых, там запахов и так далее, сделать его чистеньким, чтобы вам хорошо быть. То есть, о чём я говорю? Я говорю о том, что вы наводите порядок в своём организме, просто-напросто. Потому что от этого беспорядка возникает огромное количество самых различных заболеваний. А корень их гнездится в вашей голове и в вашем теле из-за того, что оно становится грязным. Жизненные процессы не могут проходить нормально из-за того, что среда поменялась. И у вас хватает только всего лишь на всего сил для того, чтобы хоть как-то существовать. И вы с этим миритесь, миритесь, всё, вот, да, да, хорошо, вот так, вот это. Громе говоря, мне тут практически уже 70. Жизнь может быть, знаете, фонтаном, фонтанеллом. Если вы хотя бы немножечко ухаживаете за своим организмом, а если вы ещё что-то будете применять, типа как я, ну ладно, и смотрите, я сказал так. Теперь возвращаемся ещё разок, знаете, более тщательно. А почему произошло, а почему вот-вот не произошло вот тогда. После третьей чистки печени вышло огромное количество камней. Это не камни, это сгустки застоявшейся желчи, вот эта вот билирубина, биливердина, нам не важно. Вот эта вот желчь застаивается, сгущается в самой печени. Даже не будем брать желчный пузырь, в самой печени. И это все происходит из-за того, что поглощается огромное количество, ну, в течение времени. В той пище, которая не свойственна нашему организму, и печень ее пытается задержать, очистить кровяное русло, для того, чтобы все это болото, всасывающееся с кишечника дальше, не шло в кровь. То есть кровь надо очищать. Первый фильтр – это печень. Вот и печень все это, значит, сбирает, связывает, как-то пытается выводить в виде там желчи и так далее, и так далее, и так далее. Но когда порученный образ жизни, вот такое питание, вот такое, будем говорить, сидячий образ жизни, малодвижение, ну, вообще, знаете, вот не то, мы вообще живем не так, как нам свойственно природе. Поэтому вот это все обилие заболеваний у каждого человека, сначала недомогание и так далее. Итак, печень вобрала. И уже даже, знаете, если рассматривать печеночные ходы, то уже в них находятся вот эти вот спрессованные, знаете, вот эти вот, все хочется назвать их камушками, на самом деле не камушками, вот это вот спрессованная желчина. Вот, и естественно, вот разбить ее, пробить вот этот фильтр с первой чистки редко удается. То есть, все зависит от того, как вы нажили, сколько вы нажили, что вы нажили и так далее, и так далее. И поэтому бывает так, что первая чистка там что-то она там, знаете, там сделала. Поэтому особенно важна предварительная подготовка, вот по Татьяне Буевой, уже много говорилось, какие травы, сколько там принимать и так далее. Вот это как раз предварительная подготовка позволяет вот это все расшурудить, как-то, знаете, вот так вот. Вот прежде чем, знаете, как бы лучше вам сказать, вот постилка, постилка, забитая пылью. И вот в начале ее хотя бы надо немножечко так помять, чтобы вот эта вот грязь, которая там сверху, чтобы она обмялась. А потом уже начинает трусить ее. И вот тут как раз вот первая, вторая там чистка, они служат лишь тому, что начинают вот эти все проходики желчные пробивать, освобождать, вот, грубо говоря, знаете, еще я сравниваю с этим самым, со льдом. Лед начинает ломаться, ломаться, и он пошел. А вначале он стоит, и его ничем не струнешь, пока его не поломаешь. Вот нечто в печени, там может быть и слизистые образования, и еще что-то такое. И, грубо говоря, грибки, которые вот так сымонтировали, там держат все это, и не дают нормально печени там прочиститься, чтобы она вот эта вот освободилась. Так вот первые где-то две чистки, иногда бывает три чистки, иногда бывает больше. Кстати, у Эдуарда, вы же так это самое смотрите, что я до этого писал. У Эдуарда не удавалось чистка печени, сколько он там ее не делал, потому что грибок держал, вот эта слизь держала слизь и в 12-й перстной кишке, и в тонком кишечнике, и в самой печени. Она держала, как бы сказать, все эти протоки, будем говорить, как-то забитыми, но вот у меня так это самое, ясно в голове, что чистка не срабатывалась, потому что не проходила туда, куда надо. А только потом, когда мы пробили с помощью вот этих вот всех противопаразитарных трав, по булево и так далее, она такая и пошла. Так точно и здесь, я долго рассказываю, значит, что делают вот эти чистки, что делает предварительная подготовка, она как раз убирает разного рода вот эта слизь, разного рода какие-то осложнения, разного рода шевелит все эти, более текучим делает эту старую желчь и так далее, так далее, так далее. И вот когда это все сделано, следующая чистка неожиданно выдает, что выходит огромное количество камней, то есть того, что все это раздробилось, в результате чистки пошло, наконец-то она так и смогла освободиться. Фух, вышло. И как только наша печеночка очищается, она начинает лучше выполнять свои функции. То есть печень может работать на 10, 15, 20, 30 процентах своих возможностей. И это все происходит, знаете, с возрастом уменьшается, уменьшается жизнеспособность и жизнедеятельность печени, что мы это считаем, что это за старость пришла, что это нормально, что мы угасаем, что мы угасаем с возрастом, что, мол, это нормально. Вот. И когда мы только раз почистили, и печеночка заработала такая, хопа, на 80 процентов, на 90, а то и на 100 процентов, сразу же что делается? Улучшается самочувствие. Самочувствие улучшается из-за того, что энергетика подымается. Печень этот у нас и орган, через который кровь идет, через нее обмен веществ идет, гормональный этот обмен, энергетический обмен, ну куча всего, витаминный обмен, все завязано на ней. И вот этот узел угасший, он ничего не может делать, и мы чувствуем себя. Как только мы его очистили, ну, буквально таки, в самолет добавляется форсаж, он такая, пшшшшш, летит. Самочувствие улучшилось. Появилось много энергии. Вот она. Ну, чувствую, что нет мастопатии. Опять-таки, разного рода заболевания возможны в организме тогда, когда понижается энергетический уровень. То есть, вообще, жизненный процесс у нас затухает. На фоне затухающих жизненных процессов у нас начинает возникать недомогание, потом заболевание. Ну, и все. Как только мы поднимаем этот уровень энергетический, вот чем лечила там Джуна Давиташвили? Что такие резкие были результаты. То она просто как донор давала энергию. И этой энергии хватало на то, чтобы воспряли. Ну, кому-то помогало хорошо, а у кого-то, у кого-то чувствовал улучшение, а потом энергия исчезала. И он опять садился на, как говорится, на попу ровно. Ну, я же, я же, я же, посмотрите на меня. Я же, занимаясь вот этими своими, этими, изодинамический гимнастик, я же продавливаю энергию. Почему мне надо больше и больше веса, больше экстрим-виз? Для того, чтобы этим самым я повышаю мощь организма, энергетическую мощь организма. Много энергии сказали. Мастопатия уже тоже сказали, почему она исчезает. В слабом организме всё, что угодно возникает. В сильном организме, да ничего не возникает. Четвёртую чистку, так, гипотериоз. Гипотериоз, значит, когда в организме имеется ненормальная внутренняя среда, значит, вот эти вот органы внутренней секреции, вот эти вот щитовидные железа, они начинают работать. И, скорее всего, гипотериоз, он связан, знаете, вот вы даже и не понимаете, и не чувствуете связи. Если у вас грязная кровь от запоров или от недостаточности работы кишечника, то, значит, щитовидная железа берёт на себя повышенную нагрузку для того, чтобы как-то нормализовать. То есть, как только что-то работает слишком, вот это вот, сильно, а потом истощается вот это гипотериоз, гипо-недостаточное, это говорит о том, что вот этот орган, работая на износ, пытаясь выровнять, хоть как-нибудь выровнять, значит, внутреннюю среду организма, жизненные эти процессы, он износился. И поэтому гипотериоз, холецистит. Холецистит из-за того воспаления чего-то желчного пузыря, по-моему, вот так оно у перевода означает. Тут и, может быть, и бактериальные вещи, и всё что угодно. То есть, как только в организме среда нарушается, вот она постепенно начинает угостать, эта среда становится благоприятна для развития разного рода микробов, которых у нас огромное количество. А потом мы удивляемся, а почему там воспаление, а почему там... А кто его воспаляет? Он сам, что ли, воспалился? Нет, должен быть причина. Так, пью тадикамп и тмин. Правильно, тадикамп и тмин. Всё это дело нормализуется. Тадикамп, значит, что он делает? То он всасывается в кровь и пошёл, грубо говоря. Керосин не любят бактерии, не любят грибки. Это уникальный, можно так сказать, антибиотик природный широчайшего спектра действия. И на грибки, и на вирусы, и на бактерии, и на гельминтов. Всё, пошёл и так далее. Тмин, ну тмин... А тмин, кстати, он, если его разжевать, он по своим вкусовым ощущениям похож на тадикамп. То есть это растения, семена, которые пошли, и как я вас учил, они должны целыми дойти до тонкого кишечника, там разбрякнуть от всех этих желудочно-кишечных соков, и начать свои фитонциды и вот эти все эти ароматические вещества отдавать. Выделять, вернее. А их-то оказывается болезнетворная микрофлора и не любит. И тем самым мы с вами начинаем воздействовать на корень. Вот смотрите, корень нашего организма, питательный корень, это желудочно-кишечный тракт. Если он нормально работает, он нас нормально снабжает, и тело великолепно чувствует, развивает. А вот если с корнем проблемы, естественно, питание начинает нарушаться на материальном уровне, и пошло-поехало, и этот корень превращается в источник заразы, если мы неправильно питаемся. Ну и прочее, прочее. Я знаю, что у меня до этого была очень нервная сидячая работа и неправильный образ жизни. Хорошо, дошло до Анастасии, что нервная работа в первую очередь сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Нервная плюс сидячая работа – это верный путь к запорам. Плюс, естественно, человек, не разбирающийся в питании, он и не понимает, что там вот, я тут сижу, нервная сидячая работа, у меня чай, у меня там булка, я там пью и так далее, и всё это вроде как должно нормально быть. А она, оказывается, ненормальна. Вот так-то. Вот такие вот это. Теперь всё в прошлом, благодарю вас. Мама вылечилась по вашим книгам в 2000-е годы. То есть я вот сейчас сделал анализ вот этого вот письма. Ну, плюс ещё тут вопрос номер два. У моей хорошей знакомой удалили желчную, она сейчас пьёт тмин – нормально. Тадикамп – нормально. Будет чистить кишечник – нормально. Потом печень. Можно без желчного пузыря чистить печень? Можно. В своей этой книге «Без очищения нет и исцеления» я привёл различного рода чистки печени, в которых не задействовано масло. То есть вы можете, грубо говоря, по Татьяне Буревой мощно очищать печень, а можете применять там соки и прочее, 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 которые будут мягко, мягенько чистить печёночку без, знаете, без каких-то таких эксцессов. Ну вот, вот что я хотел вам сказать, разъяснить. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.